Привет, мои прекрасные зрители! Снова я, снова в своем свитере для расхламления. Я поняла, что я его надеваю именно тогда, когда мне нужно расхламиться. Оттого многие задают комментарии, что это за свитер. Этот свитер вязали, видимо, для дедушки Ника, потому что он такой огромный и немного со странным дизайном. Но он супер теплый, поэтому я в нем частенько хожу дома, когда холодно, когда я открываю все окна, чтобы все максимально проветрилось. И вот записываю свое расхламление тоже в этом свитере. И как только он станет немного не в форме, и ему придет время отправиться на пенсию, я его туда и отправлю. Сегодня мы расхламляем очередную работу. Здесь, как видно, много посуды. И сейчас мы посмотрим, от чего из этого можно избавиться, как это можно привести в божеский вид эти залежи хлама, чтобы чем-то начать пользоваться. Так, поехали! Что у нас здесь? У нас здесь шейкер для коктейлей. Знаете, бармены делают коктейли, заливают сюда все ингредиенты и вот так вот стряхивают, и получается коктейль. Но это не такой, этот от фирмы Якобс, от кофе, непонятно. Видимо, чтобы делать кофе, айс кофе, но никто им никогда не пользовался, поэтому отправляем его на мусорку. Так, дальше. Что тут еще интересного? О, чашка сразу с ситечком. Тоже ею никто не пользовался, но она в хорошем состоянии, а я люблю попить чай. Но я поняла, что чашку, чайник чая мне не всегда подходит, поэтому, ну, можно попробовать воспользоваться таким агрегатом. Посмотреть, как это будет. Так, чашка Винни за пух. Тоже здесь, на самом деле, очень много чашек, каких-то, вот там какие-то еще ветки. Здесь совершенно бешеное количество чашек, вот такого плана, и я знаю, что таких чашек много у всех, потому что кто-то привозит из поездок, кому-то дарят. Но такие чашки, на самом деле, смотрятся плохо. Лучше всего купить, выбрать размер чашки, какой вам нравится больше всего. Ну, либо вот такой здесь, по-моему, 400 миллилитров, либо больше. Я вообще люблю пить чай из ведер. У меня, например, дома есть чашка 800 миллилитров, и я вот себе такую огромную делаю, и мне все очень нравится. Вот. Эту чашку мы оставлять не будем, она вообще из бренда Максима, из магазина. Это супермаркет. И она вот здесь вот со сколом, поэтому это вообще очень плохая примета. А я верю в приметы, поэтому избавляемся. Я сегодня, кстати, знаете, что сделала с волосами? Я попробовала интерпретацию кудрявого метода. Я не сушила волосы вот так вот, скомков под полотенцем. Я просто завязала в свой любимый кулечек, и вот распустила их, и они получились достаточно такими кудрявыми. И объемными. Ну, посмотрим, сколько продержится объем этих условных кудряшек на моей голове, потому что обычно это все очень быстро опадает. Ну и плюс на улице сейчас очень сыро, а все кудряшки, если их не заливать бешеным количеством лака, они, конечно, тоже у меня сразу же распадаются. Вот так, резиночка какая-то для яичка. Прям, я не знаю, у меня даже нет мысли, но мне кажется, это какая-то современная вещичка. Смотрите, здесь какая-то уточка нарисована. Смешная вещь. Ладно, оставим пока. Так. Здесь вон нашлось целая куча каких-то штучек из, видимо, из киндер-сюрпризов. Какой-то тоже хлам. Орехи. И, ну, отправляем в мусорку. И значок Ригас Бревоста, Ригас Светки, 16-й год. Это, видимо, какой-то кинофестиваль был или что-то в этом роде. Ну, оставлю пока мало ли кто-то. Вдруг, если где-то наткнуть на какую-то коллекцию значков. В прошлом видео про расхламление в соседнем комоде я оставила значок 1 мая КПРФ. Тоже он мне показался смешным. Ну, вот тут еще. Так. Либра. Это чашка со знаком зодиака весы. Ни разу, видимо, не использовалась, потому что вот тут все наклейки есть. Так. Но она целая. Поскольку здесь проблемы вообще, я пока еще не нашла каких-то наборов с чашками. Не знаю, какую-то часть посуды я нашла, которую мы пользовались. Даже нашла ложки, десертные вилочки. Такие, знаете, такие трезубные вилочки. И по размеру они как чайная ложка, только не вот эта вот лопаточка от чайной ложки, а трезубец. Тут для десерта, для всяких тортиков, вилочки. Вот. Это нашла ложки столовые и ножи нашла. Хорошего бренда Berghof. Тут есть, кстати, такие пару кастрюль. Нашла вилок этого же бренда. Не знаю, очень странно. Обычно все продается как-то наборами, комплектами. Ну, или покупают как-то там ложки, вилки, ножи. Но звук нет. Ну, не знаю, может быть сегодня здесь найду. Так. Еще одна чашка. Блин, смешная чашка, смотрите. Тут какие-то пловцы. И это рисунок. Очень забавная чашка. Тоже оставлю. Пока смотрим. Боже мой. Суздальская матрешка. Это, видимо, из-под каких-то конфет или что-то в этом роде. Коробочка. А в ней какие-то цветочки-украшалки. Ну, это, конечно, уже вообще не пригодилось. Мама. От этого избавляемся. О, ладошечки мои. Так. Очередная коробка из-под чая, которая музыкальная. Но она пустая. Тоже ее оставили зачем-то. Мятая. Избавляемся. Ух. Боже мой. Я не знаю, что это такое. Какие-то бутылочки. Бишу Джелленс. Если я правильно это понимаю. все произношу. Спиртяга. Это аптечная история. Блин. В один только не перелить. И в одну и в другую. Много. Ладно. Хлебный край. Особая водка. Ну, это точно нам не понадобится. Поэтому от этого избавляемся. О. Блин. Вот. Блин. Из этого можно перелить в другой. Сейчас мы этот спирт утрамбуем в один. Спирт, кстати, полезная вещь для дезинфекции чего-то. Очень может пригодиться в доме. Поэтому эти пузыречки оставим. О. И здесь вообще набьё полная бутылка. Почти три бутылки спирта у нас обнаружила здесь. Неожиданно. Так. Коробка. 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 Моцарт. Ну, это конфеты Моцарт. Я помню. Конфет. Из-под конфет Моцарт коробка тоже никому не нужен. О. Помните такие штуки? Были в моём детстве мыльницы такие. А вот эта подставка под телефон туфелька. Но самое ужасное то, что как-то у кого-то в гостях мы были детьми и вот эта мыльница разбилась. И вот эта вот жидкость, которая там налита, она так жутко воняет. Ужас. Ну, в общем, от этого избавляемся тоже. Так. Ох ты. Духи Ревер де Ламор. Вот в такой упаковке. Не знаю, кто этим пользуется. Даже не знаю, что делать со старыми новыми духами. какой-то неизвестный мне бренд. Туалетная вода. Фрагранс Мэйден Франс. Ладно, пока оставим. Главное, чтобы это тут всё не порушилось. Так. Так. Боже мой. Свечка. Свечка. Тигрёнок. Вот такие свечки частенько дарят как сувенирку на работе. или там родственники какие-то покупают и дарят там в честь Нового года. Но, как по мне, вот из такого состояния в упаковке они никогда не выходят и потом ломаются и их всё-таки отправляют на мусорку. Вот. Я считаю, что такое лучше не дарить. Надо такое лучше вообще не тратить даже деньги. Лучше, ну там, если нету какого-то большого бюджета на подарок, лучше, там, не знаю, конфет купить. Не знаю, там, бенгальский огонь с ним прийти подарить. Но вот такой страх никогда никому не дарить, потому что он лежит и собирает на себя пыли, является по факту хламом. И потому что людям и выкинуть жалко, вроде бы, памятная какая-то штука. И быту не пригодилась, потому что, ну, выглядит ужасно. Так. Что-то у нас тут. Что это такое? А, это, это, как сказать, на бутылку, судя по всему. Да, наряд невесты на бутылку. Это, наверное, со свадьбы сестры Ника. Но это оставим, мало ли, и мне это пригодится. Так. Вот такие штуки тоже были когда-то популярными, но очень странно это. Избавляемся. О, крышка от графина. Как это он назывался? Забыла, как называется этот известный графин. Сейчас я вам покажу. Он тут тоже есть, кстати. И мы его как-нибудь с вами тоже доберемся до этого шкафа, тоже его разберем. Мадонна. Вот. Я вспомнила. Мадонна. Мадонна он называется. Этот графин стоит в серванте. И я думала, крышка от него, конечно, уже утеряна или разбита. Вот. Но нет. Вот она. Вернем крышку на место. Так. Что дальше? Дальше. Памятный сувенирчик из Риги, но уже со сколом. Поэтому вопросов нет. Так. Здесь какие-то шишки, цветочки. И вот такая вот корзинка плетеная. Но она уже вон тут уже куска нету. Поэтому тоже это отправляется в мусорку. Так. И остался у нас пакетик под мусор. Пригодится. Кенешма. Я не знаю, что это такое. Где это? Не знаю. Не встречалось у меня такое название. Так. Едем дальше. Как бы тут. Кротенько все достать. Ой. Так. Ой. Смотрите, какая странная вещь. Так. Сейчас мы его освободим. Смешной гномик. Ножки у него правда уже так в печальном виде. Вон растянутые все эти веревочки. Ладно. Избавляемся. Нет места сентиментальности. Еще один значок. За русские школы. Русским школам быть. Не знаю. Очень странный. И он такой. Из такого пластика. Как будто тоже ему уже лет 30 не меньше. Ну смешно. Мне кажется, забавная коллекция значков найдется. Так. Сагитариус. Стрелец. Тоже очередная кружка с гороскопом. Не с гороскопом, а со знаком зодиака. Ну у нас сейчас тут кружек найдется. Целый вагон. Потому что у нас их мало. И каждый раз пытается их мыть. Боже. Так. Кусочек вытаскиваешь. Кусочек вываливается. О! Вот из-под такого набора тоже кружечка. Очень симпатичная. Это прямо из Советского Союза. К ней, к этой кружке у нас как раз есть большой пузатый чайник. Вот я в нем завариваю чай и потом наливаю в, собственно, в чашки. Так. Кострома. Символ Костромы. Герб. Так. Это какой-то подарок девяносто третьего года. Панно Чеканая. Символ Костромы. Отправляем на пенсию. Свингер. Книжка. 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 Записки здесь. Чьи-то. Свингер. Это, видимо, какой-то храм. Надо вообще поинтересоваться. А вот это похоже на Дрезден. На Дрезденскую галерею. Может быть, это оттуда и есть. Интересно, какого года. Книжка. 1966 год. Обалдеть. Да. Да. Памятник Дрезденского барокко. Ну, в общем, в любом случае, книжку я, наверное, не знаю, почему-то мне хочется ее оставить. Сложно со мной. То без сентиментальности все, то в адском аду что-то начинаю оставлять. Так. Здесь какая-то коробочка с кучей магнитиков для холодильника. Здесь, вон, есть Петергоф. Есть целая куча каких-то детских магнитиков, пазлов. Так. Снова Кострома. Ну, магнитики это, конечно... О, Дмитров. Дмитров это город в Подмосковье, очень его люблю. Суздаль. Какие-то рыб, рыбоньки. Боже мой. Боже мой. А вы смотрите. Президент России, бывший и текущий молодые еще парни. Да. Неожиданно. Так. Ну, избавляемся от этого, конечно же. Вообще, от всех магнитиков будем избавляться, потому что это, на самом деле, такие прищепки бесполезные, которые оставляют на холодильнике только следы. Потому что холодильник пачкается, его нужно дверку протирать, а на нем холодильники... Ой, магнитики. И, естественно, их никто не отлепляет, чтобы протереть. И вот эта пыль накапливается. И, в общем, я считаю, бесполезная вещь. Поэтому от магнитиков избавляемся. И, как сказала одна, один мемасик, что магнитики нельзя вешать на холодильник, потому что именно они притягивают вас к нему ночью, чтобы поесть. Так. Магнитик с оторванным градусником из Греции. И какой-то из Раменского. Боже мой. Это тоже город в Подмосковье. Может быть, это еще Москвой считается. Какая-то жуткая, жуткая фотография убитого лося, которого грызет собака. Избавляемся. Фотографии. Фотографии. Ну как, не фотографии, а пленку. Я не знаю, даже будет кто-то. Да, это похоже даже здесь. Ну, оставим. Вдруг кто-нибудь захочет их оцифровать. Я уже второе видео подряд рассказываю о том, как здорово оцифровать старые фотографии, чтобы они, во-первых, не складировались в таком печальном виде. И во-вторых, всегда к ним можно было бы вернуться, причем из любой точки мира. Так, а здесь это какая-то коробочка или крышечка с каким-то Кремлем. Кремль. Может быть, найдется обратная часть от этой коробочки. Посмотрим. И посмотрим. Попробуем это собрать все как-то вылизимо. Боже мой! Слушайте, вторая туфля нашлась. Туфля-подставка для телефонов. Причем, сейчас таких телефонов-то уже нету тоненьких, которые влезли бы в эту туфлю. Календарь святого Павла монастыря. А это штурмовики сухого научно-производственного концерна 2004 года. Ну, конечно, это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Так, еще какой-то у нас тут. Еще один календарь 2008 года. Не пригодился. Фотографии бабушки и дедушки уже выгоревшие. Но эту надо оставить. Так, и коробочка, в которой лежат документы. Да, дедушкины документы, медальки. О, слушайте, прикольно. Сейчас покажу. Обалдеть, сколько медалей. Посмотрите. Я в медалях не очень, ну, вернее, от слова совсем не разбираюсь. Но если кто-то знает, что это за медальки. Я, конечно, спрошу уника, он мне все это расскажет. Ветеран вооруженных сил. Прикольно. Вац. О, вот эта, она старинная Советского Союза, но выглядит очень прикольно. Она еще такая увесистая. Так. Тоже, 918-й, 968-й. 50 лет вооруженных сил. Подождите. 10 лет безупречной службы военной силы СССР. Прикиньте, что тут есть. Так. В ознаменовании 40-й годовщины вооруженных сил СССР, 1858-й год. Вообще обалдеть, да? И фотографии дедушки молодого за 20 лет безупречной службы. Слушайте, офигеть вообще. ПСРС Декларация Дубинас. Обалдеть. 22-й, 82-й год. Слушайте, медалище. Медалище просто. Она еще такая увесится, мне кажется, она... Ну, полкило точно весится. Круто. Так. Это обязательно оставляем. Это же семейное просто... Семейное великое. Так. Пойдем обратно в коробочку. Припрячем тут. О! Так. Тут целая пачка документов. Почему-то документы лежат в разных углах квартиры. Я их складываю в одну сумку. Специальная сумка для этого. Вот. Потому что разбирать документы на нужное или ненужное, ну, этим не я точно буду заниматься. Так. Ёлка. Тоже отправляется на пенсию. Добы страшная очень. О! Тоже какой-то дедушка. Правда, разбитое уже стекло. Поэтому это мы положим во вчерашнюю... Ну, рамку выкинем. Потому что уже плохо совсем она ей. А фотографию положим в фотографии, которую я вчера нашла. Красивый дядька был. Блондин с кудрями. Смотрите какой. Прикольно. Так. Что это? Непонятно что. Так. Едем дальше. Что это такое? Ой. Коробочка. Опса. Чайка. А, это, видимо, из-под часов. Из-под часов коробочка. И всячески, ну, то, что это настоящие часы, когда были где куплены. Часов пока не видела, но вдруг они где-нибудь найдутся. Слушайте, так жарко стало. Так. Ну, это просто футболка, на самом деле. Так. Пенза. Это подкова. Пылесборник. О! Оригинал. Фабрикт. Немецкая. Смотрите, какая. Возон для, ну, не знаю, конфет. Или что-то в этом роде. Так. Это мы в посуду. Так. Дальше. Так. Ой, тут еще целая куча фотографий нашлось. С малышариками. Так. Фотографии оставляем. Что это? Выпускной вечер, 12 класс. И прикольная кассета. Ну, тоже, на самом деле, все кассеты, я считаю, что нужно оцифровывать, потому что они имеют свойство умирать со временем. Очередной пылесборник какие-то киски. 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 Кошки. Киски. Не звучит как-то пошло. О! Вторая чашка такая. Блин, класс. Вот. Две хорошие, прикольные чашки. С таким очень креативным дизайном. Ух ты! Смотрите, что нашла. Это для графинов стеклянных. Пробочки. Интересно, а где графины? Вот графинов таких я здесь еще... А, нет, вон они наверху стоят. Поэтому мы так к графинам положим. Правда, я вижу только один графин, но, может быть, где-то еще неожиданно найдутся еще графины. И мы их куда-то приспособим. Очередная корзиночка. Тоже не нужна. Так, и веточки вербы. Кто в теме, зачем их хранить, эти веточки вербы? Ух ты! Ух ты! Смотрите, какая... Я не знаю, как это правильно назвать. Для непищевых продуктов цена 2 рубля. Ну, как это подставка, блюдо, но для непищевых продуктов. Прикольно. Ладно, тоже оставим. Посмотрим. Может, это можно будет как-то... Как сказать? Приспособить куда-нибудь. Так, что здесь еще? Неспрессо Голд. Подарочная, видимо, от Нескафе Голд. Ложка. Ну да, подарочная ложка. Зачем она нужна? Зачем она нужна? Ну, понятно, что никакой ценности в ней нет. Поэтому мы от нее избавимся. Так. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Это как будто крышка от какой-то бутылки. Так. Еще здесь... Перфюмы FM. FM групп. Лимитед Эдишн. Какая-то рекламная кружка. Мы от нее избавимся. Блин, вот это я вообще не знаю, что это за... Как, господи, башенка от церкви. Купол. Так. Еще одна у нас нашлась ваза. Тоже, видимо, никогда не использовали. Балтийский кристалл Рига. Наверное, завод. Завод какой-то рижский... Завод рижского стекла. Так. Это мы оставляем. Так. И здесь есть... Смотрите, что еще нашла. Ну, это какой-то стаканчик. И здесь вон еще значки. Шарья, Макарев, Ярославль, Кострома. Плюс. А, из разных городов России значки. Один он отвалился. Прикольно. Так. Вот Владимира кусочек отвалился, но можно починить. Прикольно. Ну, такое можно оставить, мне кажется. Тихо. Не падаем. Очередной календарь с какими-то песиками. Тоже, смотрите. Тут тоже 100 пудов из Советского Союза. Микровазочка. Микровазочка. Так. Рига. Двухтысячный год. Чашка. Ну, со скором. Вот. Видите, тут. Поэтому не будем это хранить. Так. Тарелька. О, и тут мы добрались с вами... Так. Это что? Свечка. Господи. Страшно. Какая-то. То ли она оплавилась так неудачно. То ли какой-то был по периметру свечки дизайн, но он тоже оплавился. В общем, не надо. Так. Какие-то ветки карандаши. Так. Еще свечка и вот такой горшочек. Горшочек, кстати, здесь отстриженные волосы. У меня, по крайней мере, мама хранит мои отстриженные волосы. Здесь, наверное, тоже девчонки когда росли. Либо сестра Ника, либо, может быть, мама с его теткой. В общем, тоже отрезали волосы и хранят до сих пор. Не знаю, с чем связана эта традиция, но вот есть такое. Хранятся. А, тут тоже волосы. Все волосы. Коробочки с волосами. Коробочки с волосами оставим. Как-то сняла, а теперь не знаю, как надеть. Надела. Положим волосы одну к одному. Так. И здесь я нашла целый набор посуды люминарка. Вот такой зелененькой. Что у нас здесь есть? А, здесь у нас чашечки. Блюдечки под эти чашечки. Есть какое-то количество тарелок и такое блюдо симпатичное. Не в моем вкусе, конечно, но оно есть. Так. Здесь еще есть кофейные чашки. Три штуки стеклянные. Так. Так. У меня такое было все в моде. Так. А это как будто от этого же люминарка. Не, не от него, но в стиле. Еще вот такое блюдо. Так. Какая-то незаполненная открыточка. О. И здесь есть целый набор. Ух ты! Целый набор для десерта. Здесь есть ложка для... Чтобы не соврать. Не знаю, кстати, чем отличаются... Для чего нужна вот такая ложка со скошенным краешком. То есть одна для чая, другая может быть, не знаю, для варенья. Интересно, а что за материал? Они как будто позолоченные, но желтенькие. Не ржавейка, на самом деле. На немецком написано, поэтому я затрудняюсь сказать, для чего эти ложки. Ну и плюс тут вон шесть штук чайных и шесть штук вот как раз то, что я говорила этих десертных вилочек, вилочек трезубцев. Вот они. Такие симпатичные. Правда, вот... Не знаю. Вы видите, она не совсем симметричная. То есть у нее вот с этой части еще какая-то деталь. Тоже не знаю, для чего такое может быть, но, видимо, для какого-то... Для какого-то специального блюда. Так, ну нижнюю полку мы разобрали с вами. Сейчас я все оттуда вытащу, чтобы можно было протереть там пыль. А, у нас еще вот здесь фотоаппарат Олимпус. Фотоаппарат Олимпус. Ну, конечно же, их уже никто не применяет. У всех есть телефоны, которые работают. Наверное, мне кто-нибудь тоже скажет. Оставь, потому что... Потому что это можно продать задорого. Да, вот если у вас возникнет такой комментарий, сразу пишите, что вы хотите это купить задорого. Ну, или за сколько хотите купить. Или сразу давайте контакты тех, кто это купит. Потому что вот так вот голословно где-то вы что-то слышали, или вроде как это винтаж, и вроде как это можно где-то продать. Вы сразу говорите, где. Потому что в теории можно все. Но в реальной жизни это далеко не так. Поэтому, если в реальности вы знаете, куда это можно пристроить, за большие деньги или не за большие деньги, я принимаю такие комментарии. А просто возгласы не надо, потому что хватит. Нам уже не нужно. Так, привет из Иваново. Ну, привет и привет. Так. Часы кварцевые. Домик. Ну, тоже непонятно, зачем такие часы. Они точно не имеют никакой исторической ценности. Здесь есть часы прямо вот из Советского Союза, которые при большом желании, если в этой квартире делать ремонт и оставлять, реставрировать вот эту всю мебель, а это было бы прикольно, и делать какую-то коллаборацию суперсовременного с встроенной винтажной вот этой мебелью. Здесь для этого есть часы. А вот такое не пригодится никому. Так. Здесь есть букет невесты и какая-то странная ваза. Ну, ладно. Если не придумаю, в чем хранить букет невесты и вот этот вот для вина наряд, то оставлю. Если придумаю, как это более аккуратно сохранить, то будем хранить более аккуратно. Так. Зубная щетка. Чашка. Еще одна чашка. Причем, вот, слава богу, хоть пара одинаковых чашек нашлось. Потому что все разные, все абсолютно. Так. Яйца а-ля Фаберже. Оставлю. Я сегодня сентиментально. Так. Какая-то подставка. Так. Опять какие-то. А, это, наверное, был, как это, букет невесты, а у жениха или у свидетеля где-то прицеплены тоже было. О, боже мой. О, боже мой. О, боже мой. О, вот так это должно было быть, но, посмотрите, он уже клееный-переклеенный и, конечно, он, ну, такой вообще нельзя хранить. Битая посуда это очень плохая примета. Очень. Я верю в приметы. Можете считать меня немного с прибабахом, но не нужно хранить. Так. Вот какая-то еще перламутровая. Тоже, видимо, из-за сервиза, опять забыла название, Мадонна, а какая-то под сметаной или под что-то. Интересно, это от этого же сервиза или… Не, наверное, не от этого какой-то он слишком синенький. Ну, тоже чуть прикольная. Так. И здесь вон еще какая-то мелочевка, какое-то кольцо, какая-то пластиковая запчасть, монетки, так, еще монетки и всякий хлам. Непонятный. Иславляемся. Так. Дальше. Тоже непонятная штука. Икона. Хо-хо. Слушайте, смотрите, я нашла целую коробку с магнитиками Париж. Паланга. Даже не хватит этих дверей от холодильника, чтобы эти все магнитики повесить. Видимо, поэтому они здесь и хранятся в коробке, никому бедняге не пригодившись. Можно свой магазин с магнитиками открывать. Так. Рим. Рим. Если будут красивые, я вам покажу. Так. Опять какие-то детские. Это, видимо, Греция. Так. Вильнюс. Царицыно. Царицыно. Вена. Даже запечатанные есть. Липая. Да. Амстердам. Смотрите, он сделан в виде плитки. Такой симпатичный. Но мне пригодится. Снова Рим. Какая-то собачка. Господи, какая-то звезда советская. Царицыно. Цейсис. Да. Уже некоторые, вот как Цейсис, вон, со сколами. Так. Магнитики от чая Гринфолд. Липая. Какие-то непонятные матрешки. Кандова. Кандова. Какой-то. Рундулес. Вот раньше люди привозили магнитики и распечатывали фотографии. Сейчас для всего есть Инстаграм. Выложишь туда и норм. Так. Кинешма. О, слушайте. Это вот пакетик, который мы с вами смотрели, из этой кинешмы. По цветам симпатичный. То есть, такие светлые пастельные цвета и очень тонкий рисунок. Красивая картиночка. Но не пригодилась. London is the capital of Great Britain. И автобус все-то плохо себя чувствует. Как-то завалился даже. Бедняга. Так. Плес жемчужины Волги. Тут даже магнитик отвалился. Видимо, на год коровы какая-то глиняная. Прага. Из всего, что тут можно узнать, это только надпись. здесь. Так. Ярославль. Какой-то объемный даже. Видно, да? Объемная картинка. Боже мой. Столько нераспечатанных магнитиков. Тракай. Литуания. Тракай. Так. Тоже нераспечатанные. Вот эти вот висячие штуки. Висячие и бесячие. Куда их вешать, непонятно. Если вешать, от них головой биться. На стену вешать тоже, блин, пылесборник очередной. так очередные детские какие-то из магазина деревяшка куль бига и не знаю как это правильно читается вент спил очень странный магнитик и еще один магнитик свято-введенский женский монастырь в ванну так ноги я уже сто раз поменяла позу потому что все затекает не очень удобно сидеть на жестком полу вчера как-то было попроще александровская слобода в топку все затекло все затекло так дальше ежик без головы без ножек такой вот в янтарем янтарь янтарем славится рива боже мой веер помните тоже была тема с этими веерами у меня мама тоже фанатела от этих вееров у нее были несколько больших прям таких метровых вееров и они висели у нас на стене это было очень на тот момент это было очень круто сейчас конечно нет у нас нашлась вторая вторая у нас теперь пара свинка и у . подставочки для яиц яичек это это другое стакан а-ля граненый но маленький так я нашел боже мой для чего есть у кого-нибудь идея для чего не знаю под лимон может быть как вариант столько всякого добра который не используется стакан детский 2 детский стакан господи какие-то жуткие жуткие фотографии жутких котят раньше же такие котята я вот помню реально чашек с котятами было дофига и вообще картинок таких же страшненьких котят еще раз покажу в кадр то что кошка которую по моему то ли напился то ли увидел чудовище какой-то бедный перепугали на календарях были такие котята и сейчас есть если найти на почву россии 2017 год год петуха кто-нибудь хранит еще кстати такие вот старые или может быть вешать их на стену мне кажется только на работе в бухгалтерии так вешаю так что это такое кто мне скажет это подносик микро подносик могу предположить шанс есть ручки что это микро какой-то подносик да это не точно смотрите какая коробка здесь здесь набор как-то кофейная или чайная пара для чашечки для ложечки и два блюда но в чем проблема вот этих наборов они красивые но они блин не используются потому что размер чашки неудобный вот вот и вся любовь колония с этой колонии это антеколон вот эта вещь о боже мой обалдеть вот это винтаж вот этот бутыль вот эта вещь содержимое пахнет жутко но вещь так стеклянными бокал под пиво тоже каким-то мусором приема здесь можно ввести столько столько добра стеклянного хорватия кружка с хорватией ну вот тоже непонятно зачем эти кружки я помню была мода люди собирали кружки из разных стран тарелки из разных стран вешали себе значит это на стену либо ставили по факту это были сборники лучшее что можно привести из других стран это воспоминания фотографии ну я считаю еще какой-то одежда которую ты например можешь купить и носить то есть у тебя вот воспоминания она на тебе ты каждый день используешь и когда она приходит негодность от него избавляешься и едешь за новые воспоминания тоже какое-то блюдо мы будем джорами красивая больше правду ничего с таким визайном тарелки они прикольные 540 с таким прикольным дизайном нужно пользоваться не хранить вот так все эти тарелки чашки посуду а пользоваться каждый день все самое лучшее на повседнев потому что когда придут эти гости зачем они придут и вообще почему в советском союзе там ссср потом как-то и вообще у многих людей принято что все лучше гостям почему гостям почему не мне я вот считаю что все самое лучшее на повседнев я стараюсь для себя любимой все самое лучше здесь у нас целый целая куча новых приборов новых приборов и даже открывашка там целый набор я тут так обрастаю потихонечку всем тем что я вытаскиваю из шкафа смотрите какое прикольное блюдо и на ней на нем морковки нарисованы да наверно это морковки ну или это хрен я так идеально рассказать не могу так ну и вот виток современного искусства это вот эти пластиковые подносы на для нового года жуть жутчайшие принт просто ужасный избавляемся вот тоже шедевр красивый почему-то правда хранится в пакете еще одно одно блюдо стеклянное тоже видимо как будто бы в виде морковки для всяких там закусок на сюда можно там один вид сыра здесь орешки здесь не на какой-нибудь виноградик будет красиво рамочка еще у нас коробочка с украшением бижутерия почему-то запутанная посмотрим это вообще целом или или пришло в негодность надо только распутаться сейчас я попробую да это точно бижутерия причем это даже у меня в руках как-то знаете как будто пачкается что ли ну так если куда-то как украшение надеть на выпускной там или куда-нибудь то прикольно но молоденькой девушки конечно барышни которые постарше уже нужно что-то не стекляшки надевать ну хотя бы там не знаю фианитики александритики по взрослому возрасту нужно уже более серьезное украшение ухты смотрите какие часы уже сделаны в ссср здесь у нас кажется нашлись гусь хрустальный made in russia хэндкат здесь нашлись видимо у нас низы от крышек 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 для а это накручиваешь наверное вот он нет а может и да да ну тут наверно была крышка и сверху надевалась еще вот такая штука но больше по цвету это ни к чему не подходит а вот так тут есть еще такая стеклянная стеклянная какая-то подмене него циан 20 0 8 2004 вот так лучше подходит так вообще не подходит так тоже вот оно значит вот так должно быть вот там можно налить алкоголь и предлагать вам виски или вам коньяк или может быть джим и вот таких графинчиков поставить главное не перепутать в каком что лежит в каком что на лето так ну смотрите-ка мы все разобрали у меня получилась большая такая набралась целая сумка на выброс и набралось много чего еще нужно сложить вот сюда обратно сейчас мы это все вот что нужно всю посуду вернуть сейчас буду здесь прибираться как-то пытаться это организовать поставить на место и покажу что из этого выйдет вот так все организовалось после расхламление внизу поставила посуду и вот этот прекрасный одеколон в классной банке но который жутко пахнет а сверху поставил ну какие-то другие вещи вот сюда же уехала чашка фотоаппарат вот эта бутылка бутылка из под алкоголя вот там какие-то фотографии документы волосы в в этой самой в корзиночке и икона вот и вниз не влезли у меня кофейные чашки поэтому они тоже поехали вот сюда так что ну стало гораздо приличнее и хотя бы теперь здесь все видно что здесь лежит вот ну более менее теперь можно на это смотреть без слез просто вот